Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Зависли абсолютно в невесомости, да, и никуда не двигаются ни в какую сторону, ну, слава богу, что нет никакой эскалации напряжения там, но тем не менее очевидно, что никаких прорывов там ждать не приходится, да, и Москва пеняет Европе на Киевки, Европа пеняет Москве на несамопрозглашенной республике, в общем, это уже такой действительно некий ритуал, да и в общем и заявления, которые делали российские дипломаты, они, ну, довольно дежурные, вот опять Европа сама все испортила, мы вообще здесь ни при чем, да, они находятся под давлением американцев, еще под чем-то и так далее, и так далее, и так далее, в общем, вся эта риторика уже абсолютно на автоматизме выходит из уст российских официальных лиц, да, наверное, опять же, повторюсь, что может говорить о том, что некий очень плавный процесс, да, сближение происходит, и можно говорить о том, что в Европе, так сказать, коалиция антисанкций, то есть коалиция стран, которые не хотели бы дальше продлевать санкции, она все шире и крепче по разным причинам, и по экономическим, и по политическим, и мы видим сейчас в связи, собственно, с Брекзитом, что и в Европе с единством все совсем не просто. Так что, да, наверное, в конце концов можно рассчитывать, если, опять же, да, не произойдет никаких экстраординарных событий, что называется, не прилетят черные лебеди, не начнется опять какой-то новый виток конфликта на Донбассе и так далее, то, наверное, вот так вот по чуть-чуть вода этот камень сточит, но это будет не скоро, да, даже не в следующий, даже не через один цикл, вот, да, наверное, где-то ближе к 2018 году в результате каких-то взаимных уступок, вот что-то подобное, например, что мы сейчас видели с Турцией, да, когда вообще непонятно, кто перед кем извинился, и вроде как все остались при своих, но в то же время все, как бы каждый может говорить, что это он победил. Лев, скажите, у меня еще совсем короткий вопрос, как вам кажется, да, вот, если смотреть на вот это вот возможное потепление отношений между Россией и Европейским Союзом, как вам кажется, что это означает для Украины, да, что это означает там для статуса Крыма и для статуса Донбасса, как вам кажется, что, ну, вот, что можно спрогнозировать, исходя из этих вот решений, которые есть сейчас, и возможного потепления, которое может наступить, ну, скажем, в 2018 году? Ну, очень сложно себе как бы представить, как будет выглядеть этот механизм, и я на 99% уверен, что Крым признан не будет, да, будет, скорее всего, найдена какая-то всех устраивающая специальная какая-нибудь формулировка, то есть, скорее всего, даже не формулировка, а мне так представляется, да, что, грубо говоря, так сказать, его просто этот вопрос как-то оставят в стороне, да, Европа перестанет, так сказать, требовать, да, возвращения Крыма, а Россия перестанет требовать его признания. И вот, как бы, это, опять же, останется вот в таком замороженном состоянии, в таком никем не признанном статусе. Что касается Украины, то, ну, не хочется вас расстраивать, но есть ощущение, что и в Европе, и в Штатах немножко устали от украинской темы, да, от того, что все как-то пытаются в ней поучаствовать и что-то сделать, и как-то помочь, но результаты, к сожалению, пока не очень большие, большие, неутешительные и так далее. И в этом смысле действительно, да, наверное, вопрос Украины вот так в широком смысле перестает быть для европейцев таким принципиальным. Это не означает, что, так сказать, про Украину забудут, бросят ее и как-то оставят на растерзание соседям и прочее. Но то, что, скажем так, не будут так упираться, как раньше, да, и не будут так стоять за интересы Украины, я боюсь, что это неизбежный процесс. Лев, спасибо большое. С нами на связи из Москвы был Лев Пархоменко, экономический обозреватель телеканала Дождь.